В эфире телеканал ННТ «Новости Дагестан» в студии Карим Гамаев. Здравствуйте! И вначале, по традиции, короткий анонс главных тем выпуска. 11 тысяч паломников из Дагестана компания «Марва Тур» подвела итоги хаджа 2023. Быстро, слаженно и четко в Махачкале прошли пожарно-тактические учения МЧС региона. Больницы 21 века такими быть не должны. О плачевном состоянии лечебного учреждения в Южно-Сухокумске расскажут наши корреспонденты. Дагестанские борцы продолжают успешное выступление за другие сборные. О победах наших легионеров расскажем в спортивной рубрике. 11 тысяч паломников из Дагестана побывали на святых землях Саудовской Аравии. Об этом сообщила компания «Марва Тур», подводя итоги хаджа 2023 года. Однако, наряду с плюсами, руководитель компании Булат Курбанов отметил и некоторые проблемы, с которыми пришлось столкнуться. В частности, в долине Мина не всегда хватало палаток и все приходилось решать на месте. Для решения этого вопроса невозможно самим взять и построить, к примеру, палатки. Или невозможно взять и выйти за ту территорию, которая для тебя определена. То есть это не решается таким методом. Мы должны, обязаны обратиться в министерство хаджа. Там этот вопрос начнут рассматривать. Соответственно, уходит время на рассмотрение. А заселение-то происходит в это время. То есть паломники-то не ждут, пока решится вопрос. Мы должны уже находиться на территории Мина. Поэтому случилось такое, что при заселении первые же часы оказалось, что нехватка места для определенного количества людей. С этим было связано, что пришлось часть людей заселять временные какие-то палатки, ждать получения дополнительных палаток от министерства. После их получения паломников туда переселили. Глазами паломника, по их отзывам, естественно, мы понимаем, что для них это какой-то такой неорганизованный, с нашей точки зрения, процесс. В Мекке для дагестанских паломников Марва Тур выбирал комфортабельные отели. С каждым годом качество гостиниц, которые бронирует хаджа-оператор, улучшается. В плане питания услуги по нему оказывала одна из самых крупных и лучших местных компаний. Отзывам паломника мы видим, что достаточно у них хорошие отзывы о хадже этого года. Люди довольны. Стараемся видеть, общаться, спрашивать. Поэтому я думаю, что если подводить итог, хадж прошел достаточно неплохо, на неплохом уровне, учитывая те трудности и сложности, с которых мы начинали. Вылеты паломников в Дагестан и Саудовской Аравии еще продолжаются. Последний рейс из королевства прибудет в Махачкалинский аэропорт 18 июля. Спецзащита, срочная эвакуация персонала и быстрые слаженные действия огнеборцев. Пожарно-тактические учения прошли на одном из стратегически важных объектов в Махачкале. Условное возгорание, причиной которого стало проведение технических работ, было имитировано в одном из нефтяных резервуаров. Прибывшие на место пожарные расчеты четко отработали и ликвидировали условный очаг возгорания, покрыв его многометровым слоем пены. Сегодня на объекте Каспетрол сервис проведены тренировочные пожаро-тактические учения. В ходе учения отработаны информационное и межведомственное взаимодействие, а также тактика тушения пожара на объектах нефтехранения. Цели учений достигнуты, поставленные задачи выполнены. Действия личного состава оценивается на хорошо. Падающая облицовка, трещины и отсутствие медикаментов. Именно такую картину увидел вице-премьер правительства республики в больнице Южно-Сухокумска. К тому же пациенты пожаловались, что многие препараты им приходится покупать самим. Все подробности в рабочей поездке чиновников в самый отдаленный город региона смотрите в сюжете наших корреспондентов. Начали с проверки медикаментов. Сроки годности большинства препаратов истекают через 2-4 месяца. Разумеется, таким положением дел Абдурахман Махмудов остался недоволен. Ковидник еще. Вон, писатровок, например. Амир Агарон. Опять в тюрьме. Вперед поставили, чтобы идти. Значит. Вот, допустим, калетра. Все они в 23-м году, август, ноябрь, декабрь заканчиваются. Сроки годности. Ну, как только срок будет закончиться, мы их уберем. Я в карантинную зону. А вот пациентки терапевтического отделения и вовсе пожаловались на отсутствие нужных лекарств. Более того, многое им пришлось приобрести за свой счет. Вы вообще сколько дней здесь? Я уже десятый, наверное. Практически ничего не дают, да? Нет, что-то есть. Капельницы 10 дней. Капельницы я сама купила. У них нет. Что нет, покупаем. Витамины, все и так далее, да? И лекарства. И саму капельницу вот эту тоже, да? Раствор, что ли? Да. Ну, покупаем. Для этого еще мы. А вы где покупаете? Здесь в артеке? А в артеке, да. Вот в танце у меня. А можно посмотреть? Можно. То есть на капельницы 3 389 рублей свои потратили? Да. Главный врач объяснил это тем, что больница не имеет возможности закупать дорогие лекарства из-за задолженности в размере около 50 миллионов рублей. Помимо этого, вице-премьер проверил состояние операционных и больничных палат в разных отделениях, где также не без нарушений. На инфекционное отделение без слез не взглянешь. И здесь на секундочку лечат людей. Всю жизнь. Постоянно. Мы делаем, мы делаем, мы делаем. Красим, морем. Антисептиком, близко. Все равно валяется. На болоте построили, на болоте. Оно не должно быть здесь. По всем выявленным нарушениям, вице-премьер обещал провести дополнительные проверки с принятием соответствующих мер реагирования. Камила Мехтиханова, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ. И к другим темам. Получить полный комплекс услуг по газификации и сэкономить время. В компании «Газпром» газораспределения «Махачкала» функционирует клиентский центр, работающий по принципу единого окна. Менеджеры отдела предоставят любую справочную информацию, проконсультируют абонентов, примут документы, необходимые для заключения или переоформления договоров технического обслуживания газового оборудования. Сотрудники уверяют, что все продумано для удобства посетителей, в том числе людей с ограниченными возможностями. Имеется специальная кнопка вызова. Работа центра избавит потребителей от лишней бумажной волокиты, минимизируя взаимодействие с различными подразделениями. Для удобства граждан у нас в клиентском центре изменен график, он создан в более гибком формате. То есть те клиенты, которые в рабочие дни со своих работ не могут обратиться и посетить клиентский центр, у нас внедрен прием клиентов без перерыва на обед. А также те клиенты, которые не могут в течение рабочей недели посетить наш клиентский центр, для них каждую последнюю субботу месяца, суббота, выходной день они могут посетить клиентский центр. Их будет принимать дежурный менеджер. Также при работе с населением особо учитываются те клиенты, которые с ограниченными возможностями. То есть инвалиды или слабослышащие, видящие клиенты. Бывает порой, что также принимаем таких клиентов. Для удобства их обращения в клиентский центр у нас создана кнопка для вызова сотрудников клиентам с ограниченной возможностью. Обратившись в службу, можно решить также вопросы, возникающие в процессе эксплуатации газового оборудования или сетей. И заказать установку счетчиков. Обращаться можно по единому номеру клиентского центра, который вы видите сейчас на экранах. И к новостям спорта. Мурат Курамагамедов стал победителем международного рейтингового турнира по вольной борьбе в Будапеште. Дагестанец, выступающий за сборную в Венгрии, лидировал весовой категории до 74 кг. Курамагамедов победил на турнире соперников из Германии, Бразилии, Китая, Израиля и Казахстана. В финале он справился с серебряным призером чемпионата мира Нуркажи Кайпановым 5-2. Еще двое наших борцов, представитель Греции Даурен Курыглиев и Магомед Хан Магомедов Азербайджан, стали вторыми в своих категориях. Выступить лучше обоим помешали травмы. В Министерстве спорта честовали дагестанских тяжелоатлетов, показавших лучшие результаты на чемпионате и первенстве России. В июне штангист из Махачкалы Исмаил Гаджибеков завоевал золотую медаль главных внутренних соревнований сезона. Подопечный тренера Гусинхана Закарьяева установил два рекорда страны среди мужчин. Также двумя рекордами и успешным выступлением, но уже на юниорских соревнованиях отметился Хасаюртовец Буайсар Белиев. Министр Сажид Сажидов поздравил руководство федерации спортсменов и тренеров команды с последними успехами. И призвал не опускать высоко заданную планку, а также выразил готовность поддержать идеи по развитию тяжелой атлетики в республике. Когда есть команды такие ребята и другими, я думаю, легче работать. Они подтягиваются, они подтягиваются, чем-то подскажут. Порой иногда бывает тебе тренер что-то объясняет, ты не можешь понять, принять. Вдруг тебе свой же сверстник где-то говорит, так сделай, она быстро воспринимается. Это очень хорошо. И пока они в строю, пока они в зале, надо другим тоже готовить. Это были все новости на сегодня. В студии для вас работал Карим Гамаев. Смотрите наши выпуски также в соцсетях. И до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин